Вот и наступила середина лета. На дворе 2 июля, пятница, завершается рабочая неделя, а мы говорим вам доброе утро, дорогие друзья. Если ваш дом состоит из только фундамента и стены, можно ли продать его как настоящее недвижимое имущество? А еще сегодня в нашей программе мы будем готовить настоящие, ароматные, полезные армянские блюда. Итак, мы начинаем, вы присоединяетесь, а пока погода на нашем канале. Продолжаем наше телевизионное утро пятницы. Итак, один из супругов одозвал свое согласие на куплю-продажу недвижимого имущества. Или все ваше недвижимое имущество состоит из фундамента и стен. Как быть, можно ли продать вот такой объект, как полноценное недвижимое имущество? На эти и другие вопросы сегодня узнаете ответы в нашей традиционной рубрике «Консультация юриста». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодняшние вопросы, которые поступили в редакцию, посвящены сделкам с недвижимостью. Так, пришел вопрос, продаем здание лицу, которое его арендует. Необходимо ли в этом случае составление акта приема-передачи имущества? Конечно, это необходимое условие в связи с тем, что статус лица, который был арендатором, сейчас становится статусом собственника. В соответствии с этим, кроме договора купли-продажи, необходимо и составление акта приема-передачи имущества. Вопрос. Произведена государственная регистрация договора купли-продажи моей квартиры и перехода права собственности на квартиру к покупателю, которым выдано свидетельство о праве собственности на квартиру. Но акт приема-передачи не был подписан и деньги покупателям не перечислены. Могу ли я требовать расторжения договора купли-продажи квартиры и возвращения квартиры в собственность? Ну, в связи с тем, что условия договора не исполнены, естественно, продавец имеет право расторгнуть этот договор. Но хотелось бы предупредить наших уважаемых телезрителей, что до получения денег подписывать любые договоры, в том числе и договор купли-продажи недвижимости, нельзя, потому что можно столкнуться с вот такой проблемой, которую потом придется решать в суде. Вопрос. Является договор заключенным, если в договоре аренды недвижимое имущество с правом его последующего выкупа не согласован размер выкупной цены? Нет, конечно. Дело в том, что цена в любом договоре купли-продажи, тем более, если это касается недвижимости, является основным из условий договора. Если не указана цена договора, то этот договор является ничтожным. Вопрос. Могу ли я, как покупатель недвижимого имущества до государственной регистрации и перехода права собственности на недвижимое имущество требовать освобождения недвижимости от ареста? Нет. Пока у покупателя не возникло права собственности, соответственно, никаких требований по отношению того имущества, которое ему не принадлежит, он выдвигать не может. Вопрос. Супруг продавца недвижимости отозвал свое согласие на заключение договора купли-продажи недвижимости, являющейся общей собственностью, видимо, супругов. После подписания договора, но до государственной регистрации перехода права собственности, будет ли осуществлена государственная регистрация данной сделки? Нет. Дело в том, что сделка по продаже недвижимости считается совершенной только после государственной регистрации. Соответственно, если условия изменились и государственная регистрация не произошла, то это может являться основанием для того, чтобы отменить эту сделку. Вопрос. На участке возведен фундамент и стены дома. Можно ли продать такой объект незавершенного строительства? Да, такой объект незавершенного строительства можно продать, но только в том случае, если он зарегистрирован в кадастровой палате. Вопрос. Можно ли признать договор заключенным, если сторонами не было согласовано условие о цене договора купли-продажи недвижимости, но при этом он исполнился. Дело в том, что, как я выше говорил, если цена договора не указана в договоре, этот договор считается незаключенным. Цена договора является одним из самых основных условий заключения договора. Всего доброго, до новых встреч. Обожаю пересматривать кинокомедии советского времени. Я думаю, многие из вас, дорогие друзья, тоже любят это делать. Так вот, герой великолепной кинокомедии Георгия Данелия Мимино, небезызвестный и любимый актер Фрунзик Макарчан говорит не менее известному грузинскому актеру Вахтангу Кикабидзе следующее. «Поехали домой ко мне, моя мама готовит такой вкусный дом, что ты просто пальчики оближешь». Так вот, у нас сегодня традиционная рубрика «Пальчики оближешь», в которой моя коллега Ольга Савенко будет пробовать готовить настоящий армянский далма. Сегодня мы научимся, как правильно готовить это вкусное и очень полезное блюдо. А помогать нам будет наша сегодняшняя хозяюшка Ромела Гусейлян. Ромела, здравствуйте! Спасибо, что вы согласились нас научить этому блюду. Итак, что нам понадобится? Для этого нужны листья виноградные и фарш. А вот скажите, Ромела, фарш из чего? Вот правильный фарш из чего? Говядина, свинина, баранина? Ну, из всех вот, можно и со свининой, но мы не готовим, только говядина здесь, с баранина можно. У меня здесь и баранина тоже, и с говядиной, и бараниной. Листья виноградные, вот мы их собираем, молоденькие листья, как раз там из зизона, и отвариваем. Отвариваем в соленой воде, просто так. Ну, сначала под холодной водой, там, моем как следует, потом... Нет, без соленой. Просто кипятим, и все, чтобы они мягкими стали, да? Да, да, да. Ну что, начинаем. Так, накладываем фарш. Сколько мы берем? Много? Вот у нас листик есть. Вот столько. Много не надо, да? Не надо, нет. Хорошо, чтобы лист плотно завернулся, да? Да. Чтобы не развернулось. Ну, в принципе, тут же... Вот один раз вот так вот, по краям закрываем, и вот так вот. Сворачиваем. Сворачиваем вот так. Вот у вас, видите, какая глина, у меня вон, кузя-музя получилась. Ничего, так тоже бывает. Ну-ка, давайте я еще раз посмотрю. Так тоже бывает. Нет, все-таки надо посмотреть, как это делать. У вас красивее получается. А я, вроде бы, тоже не первый раз делаю. Да. В долму. Ну вот. Ромела, скажите, пожалуйста, вот фарш, рис надо добавлять или нет? Обязательно. Добавляем, да? Обязательно надо добавлять. Ага. А вот мне некоторые товарищи говорили, что в долму рис не добавляют. Рис добавляют обязательно, но немного. Немножко, да? Да. Вы его предварительно отвариваете или прям фарш? Абсолютно. Нет, помыла как следует и брусью в мясо. А вот кроме риса, что обычно добавляют еще в фарш? Сырое яйцо одно. Сырое яйцо? Да. А приправы какие? Приправы кинза, мята. Кинза, мята. И, да, кинза, мята, укроп. Ага. Кинза, мята, укроп. Надо запомнить. Кинза я, конечно, добавляю, а к мяту нет. Мята обязательно. Хотя мята, конечно... Ну, не все любят мяту, но чуть-чуть можно. Чуть-чуть можно. А скажите, пожалуйста, вот это вы где учились? В своей семье, в Армении? Потому что я родилась и жила вообще там в Маку. Вот. И у нас тоже готовили до ума, как говорил Фрунзик Маккчан. Да, да. Ну вот, я не помню. Честно говоря, я была маленькая, вот когда мы это все готовили. И я, конечно, все это не очень так хорошо помню. Я вообще у мамы. Моя мама родом из Карабаха. Ага. Мы жили в Баку. Да? Да. А, так мы с вами земляки. Конечно, конечно. Здравствуйте, Рома. Здравствуйте. 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 Да, да. И что? Ну, Баку вот мама готовила. Потом и свекрой моя ушла замуж. Она очень отличная хозяйка была тоже. Вот так вот и пошло и все время. Но Новый год без долмы – это никак. Что всегда должно быть новогодний стол. Долма. Если долмы нет, значит… Новый год не Новый год, да? Не Новый год. Это как у русских гусь, так у народов Закавказья долма вместо гуся. Правильно? Я вам скажу, и долму обязательно на столе должно быть в Армении. Уже в Армении. И маленькая свинюшка, вот, трюшка в духовке, жареная, все целиком вот в вазу и на столе. Вот это вот. Вот так, да? Обязательно, да. Обязательно. А скажите, как мы дружно жили? Очень дружно жили. До сих пор я не могу успокоиться. До сих пор. Знаете, я говорю, вот, такие люди были, хлебосольные. Мы вместе вот делились, мы вместе вот… Я просто… Мне иногда хочется вот быть там вот, именно в Баку. Ну, не знаю. Я когда собиралась уехать, честное слово, мне на работе такие люди, как вы, вы не должны уехать отсюда. Вы не должны уехать. Я, например, хоть и маленькая была, когда мы уехали с Баку, мне было 7 лет. Ну, все равно, каждый год я приезжала к бабушке, они остались с Баку. Но мы жили, кстати, в центре. Само, в самом центре, на проспекте Ленина, у нас из окна, из балкона открывался вид на цирк. И 5 минут пешком. И ты вот на площади, где… Где… Там консерватория. Да, да. Дворец съездов был. Вот это… Вот мы там жили. У нас был старый дом, такой старый-старый-старый, ну, в общем, старый район. Угу. И был такой общий балкон. Общая шагерка. Вот так это было. Ну, вот, мне кажется, отличием армянской кухни от азербайджанской, в Закаказе все любят много-много трав. Насколько я помню, у нас всегда стоял поднос, и на нем всегда было много-много свежей зелени. Всегда. Зелень, да? Да. Да. Вот. Мне кажется, армянская кухня немножко отличается от азербайджанской тем и от грузинской тем, что она не такая острая. Правильно? Грузинская чересчур острая, да? Да, да, да. Но азербайджанская, армянская, по-моему, разницы не было. Но они вот похожи между собой, да? Да. Армянская кухня. Но есть отдельно вот у них ля-вянгей, вот это вот. Даже вот я собиралась уехать, и наша сотрудница пока говорит, вас не угощу, ля-вянгей. Но мне хорошее тоже вкусное блюдо. Зачем? Ну, вот вы знаете, и я знаю, нашим зрителям расскажите, что это такое? Они фаршированные рыбы. Рыбы фаршируют и в печке. Вот это ля-вянги называется. Ну, по-моему, в Кавказе все вкусно такое, что мужчины, что женщины. Согласитесь? Вот это ля-вянгей, чересчур, у меня всегда в памяти. Ну, смотрите, мы же жили как одна семья. Вы азербайджанский язык знали? Я чисто без акцента знаю азербайджанский язык. До сих пор помнишь? До сих пор. А скажите мне долма, это очень вкусное блюдо. Приятного аппетита. Долма чох тадлы туректи. Ей, ну шоу-сун. Молодец, красавица. А я вот не помню, мои родители и моя бабушка, вот, царствие небесное, они чисто разговаривали на азербайджанском языке. И когда мы с моим мужем приехали в Бахун, пошел он с моей бабушкой на базар. Она, белые волосы, голубые глаза большие, чисто разговаривает на азербайджанском. И мой муж просто был в восторге, когда мы приехали, он всем рассказывал. Подходит кучок зелени, а там же не так, как у нас, три штучки, да, там же зелень, там зелень, грамя на ноги. Она взяла кучок, ага, цена не устраивает, она его кинула дальше. И вот буквально на рубль они ходили, она приносила две сумки. Вот умела торговаться, умела готовить, умела находить подход, потому что достойный человек, если ты с ними поторгуешься, может, неинтересно, правильно, да? Вот как это подошел, он тебе сказал, пять копеек. Ты, батюш, пять копеек. Это же неинтересно торговаться же надо, правильно? Ну я вам скажу, в Азербайджане, вот придешь на базар, они как-то не обманывали в весах, даже где-то спускали цену, честно говоря. Честно работали, честно. А я помню, например, как вот покупаешь ты, и тебе еще, ты им понравился? Да, да, да. И персик тебе дадут, и все что угодно, да? Бери. Да, да, да. Очень щедрый, господинный, да. Ну вот мы с вами все закончили, как-то быстро мы с вами управились, четыре руки, боку вспомнили, слава богу. Ну что, по-моему, у нас так красиво получилось. Конечно, не сравнить то, что делаю вы, то, что делаю я. Все нормально. Да, здоровка не та. Все нормально. Теперь будем варить. Ромыла, скажите, пожалуйста, вот мы будем просто водой заливать, или кипящей водой, или бульоном, вот как нам просто? Нет, вот складываем, да, просто водой, чистой водой. Чистой водой добавить соль. Ну, если не жирное мясо, можно кусочек мяса. А, сверху, да? Масло, да. А, масло. Уже ничего не надо, масла не надо добавлять. Ромыла, скажите, а почему мы накрыли нашу долму тарелкой? Я тарелкой накрыла, и все накрывают так, и обязательно надо, потому что он в воде начнет плавать с листьями. Это как пресс, да? Ромыла, скажите, вот подают в долне все по-разному делают приправы, да? Кто-то айран, кто-то там, может быть, кефир. Мы будем делать, что это у нас? Сметана. Сметана и чеснок, да? И чеснок, да. Зелень не добавляем. Абсолютно. Ну, чеснок будете крошить, я не буду. Давайте, работаем. А как мы его миленько, да, крошим? Да, мяту можно, да, можно. Но на терке не трем? Нет. Нет, зачем? Хорошо. А вот что хотела у вас спросить? Столько времени прошло, как я помню, мы пели песни. На грузинском пели, и на азербайджанском, и на армянском. Песни помните? На каком? Ну, вот, например, на армянском, мы сырум, сырум мы пели. Помните? Да, я помню. Да, споем? Да. Раз, два, три. Ой, сырум, сырум, инчу хэра цар, инчу хэра цар, инь димора цар. Акация, я что-то помню. Красивая песня какая-то, да? На сыру, сырум, это да. Угу. Я помню на грузинском, мы пели танцами, да. Ну, будем что-нибудь грузинское готовить, споем. На грузинском, только что я могу, сулико. А сулико, любимая песня была. Мы с соседями собирались, пели все. Ромела, а помните, вот на азербайджанском, шуточная песня какая-то была? Вот мы ее тоже пели, ну что-то целое. Да, я помню. Да, да. А ну, пойдемте. Я могу даже попить к вам спеть. Ромела, поехали в Баку. Стала ли она для вас родным дома? Стала. Стала. Я вам честно скажу, стала родным домом. Ну, хорошие у нас люди живут. Отличные, добрые. Они уважают взрослых. Да. Да, очень хорошие люди. Очень. Ну, а из кухни нашей, не знаю, что-нибудь вам пришлось по душе? Что-нибудь нравится? Честно говоря, хорчины я часто попробую. Вот хорчины понравились мне. А там дольше и не знаю. Хорошо. Ну, давайте кладем приправу. Я вам положу. Так, это вам. Все, хватит. Это мне. Пробуем. Что у нас получилось? Ну, да. Видите, у вас какие красивые. Мою масенькую я кушаю. Мою, да? Да. Ну, а я вашу попробую, красивую. Хорошо. Ничего, ничего. Сварился у нас рис, все сварилось, да? Да, сварилось. Мою сына там много, посмотрите. Ну, что, Ромео, я вам скажу. Очень вкусно получилось. Просто пятерка. Давно я такое вкусное, давно не ела. Да, мама у нас получилась. Пальчики оближешь. Ну, что ж, дорогие друзья, на этой ноте мы завершаем телевизионное утро пятницы на нашем канале. Я же желаю вам удачного завершения и пятницы, и рабочей недели. Но не прощаюсь с вами, а жду вас у экранов 17-15. Присоединяйтесь, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова